У них хочется в тюрьму прятаться, но за исключением изуверов. То есть мы одобряем этот акт российского правительства? Мы вообще одобряем любой акт российского правительства априори. В принципе, наркотик это что угодно, это чай, кофе, это секс, это хорошая книга. Все это втягивает, затягивает, слегка у человека что-то там едет. Тем не менее, мы говорим о наркотиках в узком смысле этого слова, но даже в узком смысле этого слова, они, как известно, подразделяются на легкие и тяжелые. Мы сегодня говорим о легких наркотиках. Трава это наркотик не то чтобы позитивный и благостный, но это наркотик. Духовный это вот вы будете с отцом Иоанном по поводу духовности. Трава наркотик. Наркотик грех. Употребление нежелательно. Водка плохо. В большинстве случаев процентов 60 народу населения, как выясняется, не умеют пить. А некоторые умеют, но это очень маленькая процентная соотношение. Я, конечно, не за введение каких-то строгих ограничений на торговлю спиртным напитками, потому что большая иллюзия думать, что если мы введем законодательство, которое ограничивает торговлю спиртом, или водкой, или наркотиками, это будет направлено против него. Ну, гуд. Е-е-е. Я принципиальный противник легализации. Ну, во-первых, мы не в той стране живем, где это можно легализировать. То есть у нас предела нет. Поясни, пожалуйста, значит, чем наша страна вот хуже всех остальных, что где-то можно, а вот русскому человеку нельзя. Сознание. Берем Голландию. Значит, последите жизненный путь среднеэстетического молодого голландца. Чуть дороже, потому что он слишком дешевый, слишком доступный. Вот это согласен. Алкоголь слишком доступен, доступен даже маленьким детям, да, когда я там вижу там 12-13-летние девочки с бутылочками пива, там, и так далее, и так далее, меня это раздражает, честно. За последние пять лет посадили целое поколение на пиво. Пивной алкоголизм хуже водочного. Хуже еще. Он грушит печень наглухо. Почему я противник объясню? Потому что мы считаем, что любая зависимость есть грех. Человек может быть свободным вне зависимости. То, что от каннабисовых нет зависимости, это большая иллюзия. Почему тогда зависимость от отца и матери это не грех? Нет, ну, есть тоже пределы. Почему зависимость от любимого человека это не грех? Почему зависимость от еды это не грех? Отец Иоанн... Нам нужно завтракать, обедать и ужинать. Это не грех? Ну, это тавтология. Ну, как тавтология? Ну, человек зависит от еды. Это вещи, в общем-то, как бы понятные. Вот другой вопрос. Вера, особенно такая истовая вера, вот эта вот зависимость в чистом виде, ты же прекрасно знаешь, сколько имеется фанатично религиозных людей. Как, это уже печально известная вещь, скажем, в мусульманстве, так и в иудаизме, так и в христианстве, и в православии. Это же зависимость в чистом виде. Ну, а осознанная зависимость? Ты проанализировал, зачем люди идут в монастырь? Ну, бабыли, ладно, есть люди-одиночки, ну, два, ну, три, ну, 10%, но идут же больше. Идут всю историю человечества, их уже десятки, сотни тысяч в истории получают от этого удовольствия. Что находят? Что-то находят. Нет, стоп. Это молитвенные практики, которые вызывают определенного рода также химические процессы. И также они воздействуют на рецепторы, выделяющие эндорфин. Одно дело зависимость от идеала, от которой не надо избавляться и которой не наносят вред организму. Другое дело зависимость от химии. Ну, то есть, ключевым словом тут является осознанное А и биологическое, небиологическое Б. В свое время я очень любил Джимми Хендрикса, ну, в общем-то, и сейчас очень люблю, и прочел о нем массу литературы, читал всякие редкие интервью, слушал записи каких-то его разговоров. Вот он там очень много говорил как раз о том, что он вообще-то обычным людям он наркотики употреблять не советует. Ладно, 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 хорошо. Он чувствует, что он вот избран именно для того, чтобы, значит, каким-то образом воспринимать какие-то божественные ретрансляции и направлять их в свою музыку. И в этом ему помогают наркотики, что это своего рода жертва с его стороны. Отец Иван, я уверен, отец Иван, что у вас имеется масса примеров и исключительно грамотные ответы на наши с отроком Кириллом богохульные речи. Но мы выслушаем, отец Иван, все ваши проповеди после рекламы. Ну, я начну так, ретроспективно. Еще участие в институте в Авгике, это 80-е годы, ни для кого не секрет, что на любое общежитие столичное изобилие, как и в любом институте, в любом общежитии изобилие этого. В те времена было изобилие травы. К намляне масло, оно все-таки не так действует. И сидели тихие компании, и думали об океане, и слушали «Гдэнкендэнс», и курили хэш, и они сидели, и думали. И они думали о великом кино, и они думали о великих сценариях. А мы пробегали мимо, проказничали бывало, выпивали бывало. И вот мы убежали, начали делать кино, начали писать сценарии, ну, если брать кинематографическое, а эти сидели и думали, и сейчас, по-моему, там сидят, и думают, так никто и не вышел. То есть, на самом деле, они дают период, как уводят стагнацию. Я знаю, потому что я работаю с наркоманами. Правда, у меня подразряд тяжелее чуть-чуть, но я, соответственно, все легких тоже знаю. Большая часть из них тоже пришла через каннабисовые, хотя я не утверждаю, что это был единственный путь. Они через пиво могли также прийти. Я просто общую картину хочу обрисовать. Семилистник, да, семилистник. Я считаю, что так, раньше, да, была трава, но была совершенно другая трава. Не та, что сейчас существует на рынке, да. И если бы такая трава существовала тогда, но это лично мое мнение, я думаю, что многие бы люди так и не пересели бы на другие наркотики. Просто им это не нужно было. Вот и все. Это мое личное мнение, я так считаю. Относительно веры. И дело в том, что никто не верует в Бога так, как бесы. Относительно веры и взаимоотношения с Богом под кайфом. Два раза. Нужно быть абсолютно объективным, все-таки. А почему бес? Объясни, если мне не хочется ничего делать агрессивного. Нет, я не говорю о бесах, я не говорю, что ты бес там или еще что-то такое, что никто не верит в Бога так явственно, как бес, потому что они находятся в непосредственном контакте очевидности. Объясняю, а если ты в этом состоянии, не агрессивный, если ты в этом состоянии, да, если ты в этом состоянии находишься во внутреннем спокойствии, мире и любви, да, то почему, почему? Гуди, гуди. Ну вот, предположим, фенозепам. Возьмем такое химическое. Это химическое. Нет, нет, это одно и то. По большому, нужно как не одно и то. Все, что химическое, я считаю, что химия, это совершенно отдельно. Химия, это вываренная анатуральность. Традиционная медицина. Я вообще очень отношусь к этому. Считаю, что медицина в свое время была ярым противником. Ну вот химия, это вываренная, вот берем гомеопатия. Эта гомеопатия требует более удрительного курса лечения и направлена на профилактику. Но концентрируем то, что в гомеопатии получаем нормальную, значит, обычную химию. То, что мы называем химией, не существует, как и не существует натурального. Все смешано, все взаимосвязано. То, что лежит в основе любого химического препарата, имеет свой аналог, не аналог, скажем, а сырье в растительном мире или в минералах. Я опять свожу к тому же самому. Как ни крути, это зависимость. Вот как ни крути, это охота курить. Как ни крути, надо покупать. Подожди, а в ладони же существует конопленное масло. Сначала ты зависим просто психологически, потом ты зависим творчески. Творческая зависимость марихуаны и творчества, если постоянной подпитки нет, а в какой-то момент ты начинаешь прикуриваться, я это знаю из опыта общения своего сейчас с рок-музыкантами, и идет дополнительное средство. Сразу идет добивать, добивать, добивать. Кто-то добивает алкоголем, кому-то алкоголь не нравится, добивает более сильными наркотиками. Но это временно, не согласен. Пройдет, нужно продолжить разговор через пять лет. Это не для эфира, но я девять лет уже курю, если честно. С одиннадцати лет моего возраста я курю, и ничему плохому от меня не привело. И в эфире, значит, эксперимент над собой продолжается. Продолжается, уже девять лет. Спортсмены, которые употребляют допинг, отлучаются теперь от всех соревнований, снимают с каких-то там этих спартакиад, олимпиад, забегов, заплывов и так далее. Можно провести параллель с миром искусства. То есть, оказывается, что художники, которые принимают тот самый допинг в виде наркотиков, и художники, которые чистые, свежие, вегетарианские, не пьют и не курят, опять же, находятся не в равном положении. Может быть, имеет смысл дисквалифицировать тех, кто употребляет наркотики? А вот эти только расширяют, что есть, но могут стимулировать то, что если этого нет, то этого и нет. Отец Иоанн, в принципе, у нашей православной церкви имеется какая-то позиция в отношении алкоголя и легких наркотиков. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали одну историю, которая, я думаю, вам тоже хорошо известна, про нашего общего друга, который всегда очень много пил. Вот и друг. Не пил, да? Нет. Ну, не пей чуть-чуть. Между грехом и биологическим умиранием. Я хотел бы, чтобы наше собеседование посмотрели известные кинофильмы. Отец Иоанн, а также отрок Кирилл, что вообще, говоря, вы думаете о такой болезненной, часто обсуждаемой у нас теме, как показ пьянства, алкоголизма, наркомании, вот всех вот этих сочных сценок, иногда смешных, иногда страшноватых, по телевизору и вообще вот о том, что вся эта история оказалась в огромной степени засвечена и в произведениях литературы, и в средствах массовой информации, и в кино, и в театре. Мы тут пыхнули, пока шли сюжеты. Но, скажем, «Москва петушки», да, Венщики Ерофеева. Я считаю, что, с одной стороны, это замечательная, смешнейшая, очень трогательная книга, с другой стороны, 100%, что эта книга... Это литература для взрослых. Это реальный гимн алкоголю, более... Это антигимн. Это кошмар, я читаю, ужас. Я считаю... Не, во-первых, есть подразделение, как... А мне нравится, а мне очень хотелось попробовать. А я смешивал все эти коктейли сам, вот и пил их. Другое дело, что они мне не нравились, но... Но это было... Вы, опять же, разные люди по-разному все воспринимают. Очень занимаетесь, очень затягиваясь. Нас совершенно развезло. Я считаю, что водка – это самый бесовский наркотик, который только может быть. Вообще, самая бесовщина. Как у нас говорят, что Господь создал вино, а дьявол создал пьянство. Я, вот, предположим, пить не умею. Я поэтому не пью. Я в каком-то... Я в юности попробую... Я вообще не пью. Это отвратительно. Я даже, как бы... Я теряю человеческий облик, мне не нравится это. Я... И беспорядок. Все в ужасе стояли. Хотел бы Деслу возразить, что, в общем-то, видал я и людей, которые приходили в довольно жалкое или очень смешное состояние и под воздействием курева, что курить тоже надо уметь. Когда ты видишь человека, который в течение часа не в состоянии выговорить ни одной членораздельной фразы, а только хихикает и булькает, косяк – помощник пионера. Я бы категорически сторонник все-таки ограничения информации о наркотиках. Спекуляция, то, что спекулируют на этом... Почему? Потому что спекуляция. Если человек будет знать, что этот наркотик делает с твоим телом, реально, то у него, может быть, и не возникнет желания его попробовать даже? Да нет, ну возникнет. Но ребенок, он ни Джона Абдайк не прочитал, ни Кена Кизи, он не Ричина Бага. Он сразу дунул. Он сразу дунул и улетел. Обалдел, Гайхоли. И вот он сидит в своей маленькой... Потому что ему никто не объяснил для чего, как, зачем и почему. Если это объяснить, это что будет? Я думаю, что Драк Кирилл высказал очень верную мысль. Действительно, надо говорить об этом в школе. У меня пятеро детей. Если моим детям кто-нибудь в школе попробует это рассказать, я возьму молоток. Почему-то все знают об этом. Ладно, я попытаюсь словами сначала. Это не в школе, значит, ты должен своим детям рассказать о том, что это такое. Дети, вот это героинь. Сейчас по кубику и не больше. Да не, 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 не. Дети должны достичь определенного возраста для того, чтобы мы об этом рассказали. У нас прекрасный разговор, его можно было бы продолжить еще и в другой компании, и в другом месте, и с детишками вокруг. Но надо нам, ну надо нам закругляться.